Всем привет, с вами Алекс, и сегодня мы вместе с вами поиграем в новую очень крутую игру под названием Animal Crossing New Horizons для Nintendo Switch. Поехали! Итак, давайте начнем играть. Как видите, здесь уже не самое начало, я уже немножко здесь походил, побродил, повыполнял разные обучающие квесты, но я думаю, это не очень интересно. Мне много раз писали про эту игру на каких-то трансляциях, спрашивали, буду ли я делать на нее обзор, может быть, какие-нибудь летсплеи, еще что-то, но я как-то всегда отвечал, что вряд ли, мне не очень нравится эта игра, но вот недавно я посмотрел на нее обзор, почитал про нее немного в интернете и подумал, что это, блин, классная игра и стоит реально ее заценить. И я ее купил, скачал и могу уже вам сказать, что это действительно классный проект, на который стоит обратить внимание. Я уже успел здесь построить небольшую палатку, здесь у меня есть, как вы видите, картина, это флаг, а вот у меня там внутри особо ничего нету, но я уже успел поставить кровать, радио, фонарик, я думаю, это все дефолтные вещи, которые есть изначально у всех. Вот, еще Nintendo прислали какой-то подарок в письме, сказали, вот, распакуй, посмотри, и это оказался Switch. Прикольно, его можно здесь поставить, правда, странно, что на пол, а не на какую-то полку, но, возможно, это можно будет сделать в дальнейшем. И перед тем, как мы продолжим, я хотел бы сказать, что меня часто просят делать какие-то ролики с прохождениями игр на Nintendo Switch, снимать, возможно, летсплей и вот это все, Но, к сожалению, у меня нету карты видеозахвата, но, если вы поставите под этим роликом реально много лайков, например, 70, 100, 120, что-то около того, и я действительно пойму, что вам это интересно, и вы хотите видеть какие-то ролики с прохождением, может быть, мне продолжить снимать видосы про Animal Crossing, про то, как я в него играю, прохожу, но, на самом деле, пройти эту игру до конца за несколько видео нереально, Потому что она очень большая, длинная, и ее можно хоть на протяжении нескольких лет проходить, вот, но, если вам все-таки такая тема интересная, и вы хотите видеть стримы игр с Nintendo Switch, их прохождение от Animal Crossing, То поставьте много лайков под этим видео, и тогда мы с вами вместе поиграем в эти игры на Nintendo Switch с нормальным качеством картинки, я буду записывать именно экран при помощи карты видеозахвата, я ее приобрету, вот, и тогда будем с вами играть в подобные игры, если вам, конечно, понравится. Вот, давайте посмотрим, какие у нас есть доступные квесты, здесь в игре есть смартфон, он называется Нукафон, здесь можно получать Милли Нука, это тоже какая-то валюта небольшая, я не до конца разобрался, Вроде как можно менять на еще одну валюту, которая называется здесь Дини, но пока что не уверен в этом. А так, мне нужно наловить здесь рыбки было, я уже поймал одну, вот, думаю, еще можно выполнить какой-нибудь квест, посмотрим, что здесь доступно. Вот, вы видите, я уже здесь немножко все поуполнял. Рыбаку море по колено, что у нас здесь есть? Умение рыбачить важнейший навык для жизни на уединенном острове Нук, Инг поощряет всех островитян, а желающих овладеть этим навыком. То есть, нам нужно поймать рыбку, у меня уже одна есть, нужно поймать еще девять. Можно этим заняться, вот, кстати, одна у нас есть. При помощи кнопки Х можно выбрать удочку. Да, и мы начнем рыбачить. И, кстати, здесь интересно сделано, что для того, чтобы поймать рыбу, нужно очень близко попасть в нее по плавкам, вот, чтобы она его заметила, но, видите, я не попал. И, кстати, прикольно, что из людей мы единственный житель на острове, на который мы попадаем. И, в принципе, вот вкратце, что здесь происходит. Мы попадаем на остров, начинаем здесь обживаться, строить разные домики, рыбачить, добывать ресурсы. Но это многие игру, кстати, сравнивают с фермой. Я посмотрел обзор, тоже там об этом говорили, но мне кажется, что это не так, это намного интереснее. Ну и, естественно, как во многих играх по типу фермы, здесь не нужно никаких дополнительных вливаний средств. Хотя игра стоит немало, 4,5 тысячи рублей в нашем сторе. И если мы попробуем ее найти где-то в магазине на картридже, то она обойдется в 3,700. Но я вот посмотрел в своем городе, вообще абсолютно никаких картриджей с играми не осталось, ни в одном из крупных магазинов техники. И, кстати, мне пока что недоступны другие части острова, потому что я еще не научился здесь ни мост строить, ни как продлевать ландшафт. Ничего из этого я пока что делать не могу. Но думаю, что скоро уже можно будет этим заниматься. О, вот, прям близко попал, давай. Клюй, пожалуйста. Я тебя понял, рыба. Если честно, мне игра очень заходит, мне безумно нравится в нее играть. Я давно не испытывал, знаете, таких вот ощущений, когда игра действительно затягивает и интересно. Потому что, ну, в последнее время во все, что я играл, тоже это какие-то проекты на Switch'е и на PlayStation'е. Ну, там, да, классные какие-то игры, можно в них поиграть, но не более. То есть, они никак не затягивают. А здесь же мне пока что очень нравится. Вот, похоже, было с Зельдой, а когда в нее начинал только играть, она мне безумно нравилась. И здесь происходит то же самое. И, кстати, достаточно интересный факт, то, что время в игре совпадает с реальным. И если у нас ночь, то в игре тоже ночь. Сколько у меня рыбы... А, она, кстати, смотрите-ка, разная. Здесь карась, вьюн, вьюн, еще один карась. Пока что два вида рыбы, посмотрим, увеличивается ли количество. Да, уже 4 из 10. Еще осталось 6. Вот, пойдем дальше ловить рыбку. Да, ты серьезно? Просто меня игнорируют. Класс. Поймал. Эту старую шину можно как-то применить. Я придумал новую инструкцию, сделай сам. Ага. То есть, теперь можно зайти сюда. В смартфоне у нас есть большое количество приложений. По ходу игры, я так понимаю, они будут устанавливаться. Вот он нашел новый какой-то рецепт, который можно... Даже не рецепт, а инструкцию, которую можно применить к этой шине. В общем, я не очень понимаю, но она выглядит так, как будто ее нужно куда-то в землю поставить. Сейчас посмотрим. На острове помимо нас обитают только антропоморфные животные. Мы с ним можем общаться, они помогают нам как-то здесь развиваться, что-то делать. Так, ну давайте посмотрим. Уберем удочку. Возьмем шину. Только бросить можно. Идем сюда. Кстати, в игре можно спрятать карту. Для этого нужно зайти сюда. Мини-карта. И ее можно выключить, чтобы она не мозолила глаза. На экране больше было места для того, чтобы посмотреть, что вокруг происходит. Мне нужно на верстаке проверить, что можно сделать с этой шиной. Смастерить. Так, да. Смастерим старая покрышка. Шина для игры. Что это нам даст? Так, ну, пожалуй, хватит. Мне на данный момент ничего не нужно. Здесь у нас есть, так скажем, банкомат. Вас приветствует NUC терминал. Многофункциональный терминал компании NUC Inc. NUC Inc. Это компания, которая здесь всем заправляет. И можно выбрать услугу в списке. Это либо банкомат. И мы можем сделать какие-то свои вложения. Вот, я, например, уже внес 100 диней. Вот. Можно их снять. Можно внести. Вот. А можно еще посмотреть каталог NUC. В нем мы можем что-то приобрести. Какую-то одежду. Ну, это что-то вроде магазина. Вот. Телескоп. Фонарь. Кстати, такого у меня есть в моей палатке. Так, пойдем посмотрим, что можно сделать с этой шиной. И, как по мне, мне кажется, что вот это место для палатки я выбрал наиболее приятное, что ли. Потому что здесь, смотрите, рядом речка. Там сзади водопадик. Можно посмотреть, как там все красиво. Там цветы вон на холме растут. Мне кажется, здорово. Ну и плюс ту же рыбу можно здесь прямо рядом ловить. Это круто. И, кстати, если зайти на карту, то можно увидеть, что на другой части острова есть озеро. Даже не одно, а целых два. Вот. И позже до них можно будет дойти, когда мы уже сможем сделать переправу через эту реку. Так, заглянем в каталог. Есть ли у нас эта шина для игры? Да. Поместить. И что она нам дает? Мы можем на ней просто посидеть. Так, ну, здорово. Как только теперь слезть с нее. Ага. Ну, здесь мне не нравится, как она стоит. Я думаю, лучше ее поставить где-то тут. Чтобы это было, так скажем, какое-то ограждение для нашей, может быть, будущей грядки или еще что-то. Я не до конца разобрался, можно ли здесь что-то сажать. Вот. Возьмем ее сюда. Поместить. Да, вот так мне нравится больше. Ну, слезай. Почему-то с одной стороны только можешь слезть. Ладно, давайте продолжим ловить рыбу. Я вам покажу, что... Здесь можно получить... Ну-ка, Диню. Как это все дело выглядит. Нам еще осталось наловить. Так, у нас пять. Еще половина. Ладно, я так что-то несколько минут походил. Подумаю, что сейчас явно момент не для рыбалки. Поэтому давайте-ка свернем удочку и попробуем что-нибудь продать. Я думаю, что лучше всего сейчас для этого подойдут груши, которые растут на деревьях. Это также могут быть какие-то яблоки. Можно вот так потрясти деревце и собрать те же груши. И, кстати, сорняки здесь тоже можно собирать. Например, вот еще. Давайте еще немножко пособираем. Вон, кстати, ходит Тимми или Томми. Я не знаю. Мне кажется, что это Тимми. Нет, это Томми. Они одинаковые, кстати. Обращайся в любое время, если будут вопросы о жизни на острове. Кстати, ты уже пользовался нук терминалом в бюро услуг. Если нет, то крайне советую им пользоваться. Раз в день за это начисляется миль нука. А если будешь делать это в течение нескольких дней подряд, получишь еще больше миль. Это круто. Мили можно еще на что-то тратить. Так, соберем груши. Так, здесь что-то выпадет. Нет, только листики. У нас какой-то есть вызов. Ну, к терминале. Мы, похоже, что выполнили какой-то квест или получили новое задание. Да, мы, получается... Выполнили квест, да. Ходят слухи, что кто-то прячет мебель в деревьях на этом острове. Да, да. Ты получишь мили в зависимости от количества предметов мебели, которые ты истряс с деревьев. Тряси вовсю. Окей. Сколько мили я получил? Так. Три сотни. Это неплохо. Ладно, пойдемте сдадим наши груши. Посмотрим, что мы сможем выручить за них. Так. Это Тимми. Ему можно что-нибудь продать. Хочу продать. И я предлагаю тебе купить у меня груши. Так. Вот эту. И вот эту. Подтвердить. Сколько ты мне дашь за них? 1100 диней. Получается, одна груша у нас это 100 диней. Блин, классно. Так, только у меня еще вопрос. А что я могу у тебя купить? Что продаешь? Так, здесь есть котел на костре и ведро. Давайте купим котел на костре. Я думаю, в нем можно будет что-то готовить. Поставим его возле палатки. Будет клево. Но как минимум, выглядеть он будет неплохо. Так, кстати. У нас уже что-то выполнилось из квестов. Еще одно. Первая покупка. Милли не начисляются за каждую покупку на острове. Но первый раз это нечто особенное. Примив подарок Милли от Нук Инг. Конечно, примем. И, кстати, мы получаем еще ключевые слова, которые мы можем использовать в своем паспорте, который здесь есть. Тут можно менять имя, дату рождения, в общем, много всего. Это забавно. Это забавно. Потому что можно путешествовать на другие острова к своим друзьям. Так, зайдем в терминал. Я думаю, что можно сюда что-то положить. Давайте попробуем внести денег. Ну, к примеру, 500. Да, теперь у нас на счету сбережений 600 диней. Это здорово. Так. Нет, в каталог мне не нужно. И, кстати, забыл сказать. Здесь нужно выплачивать как раз-таки налоги, еще что-то. Потому что вот этот вот медведь или енот, я не знаю кто это. Ну, скорее всего, енот. Ладно, будем называть его Том Нук. Подошел еще в начале игры ко мне. Сказал, что он посчитал затраты на мой перелет, на налоги, на то, что я там палатку поставил, все дела сделала. Мне, короче, надо все это выплачивать. Пока что я не до конца понял, как это работает. Но, думаю, в процессе игры разберемся. И, опять же, если вы поставите под этим роликом большое количество лайков. И я тогда уже буду с полноценной записью и захватом экрана свеча вести такие вот небольшие летсплеечки. Я думаю, мы с вами в дальнейшем разберемся. Так, можно тут что-то поставить. Вот этот камень мне не очень нравится. Я бы его, конечно, убрал. Но, думаю, пока что это невозможно. Но в трейлере я видел, что для этого нужно взять какой-то инструмент. Наверное, какая-нибудь кирка или еще что-то. Вот. И можно будет уже это сделать. Так, возьмем костер. Здесь у нас, кстати, меню предметов. Так, это картонная коробка. Котелок на костре. Поместить. Поставим его прямо рядом с палаткой. Что теперь я могу на нем делать? Точнее, в нем. Могу в нем рыбу, например, сварить или еще что-то сделать. Пока что я не могу с ним никак взаимодействовать. А, вот. Кстати, если зажать кнопку А. Ну, то есть кнопка взаимодействия. То его можно покрутить. И вообще любой предмет можно покрутить. И передвинуть. Блин, я это не знал. Здорово. Так, а если я вот возьму рыбу? Я могу поместить в котелок. А. О, здесь можно сделать аквариум. Класс. Его можно поставить в палатке? Будет у меня такой небольшой домашний аквариум. Блин, классно. Вот это здорово. Кстати, чем дольше играешь в эту игру, тем больше всего нового появляется. Это здорово. Мне прям очень нравится. Давайте-ка вот в этот угол попробуем его поставить. Я надеюсь, он сюда влезет. Так, не, отойди чуть подальше. Да, блин. Ну, не то чтобы в углу, но выглядит хорошо. Можно перед ним вот здесь также поставить радио. Тоже, думаю, будет не лишним. Все. Отлично. Палатка обустроена. Здесь также можно спать. Вот он уже прилег. Но мы спать еще не ложимся. Так, опять же, что-то новое появилось из выполненных заданий. Награда за изобилие. Заставляй свой дом мебелью. Нук, инк, зачисляет мили. Ну-ка, за количество мебели и предметов интерьера делай свой дом уютнее и зарабатывай награды. Уже накопили достаточное количество этих мили. Здорово. Я думаю, на этом мы будем заканчивать. Если вы хотите продолжения, чтобы я уже делал с полноценной записью экрана, летсплея по тому же Animal Crossing или другим играм с Nintendo Switch и также какие-то прямые трансляции, то ставьте этому видео лайк. Если я увижу, что набралось там около, допустим, 100, 120 или 70 пальцев вверх, то обязательно приобрету карту видеозахвата, и мы будем вместе с вами играть в классные эксклюзивы для Nintendo Switch. Ну, а если вам понравился этот ролик, то почему бы не поставить ему лайк, и подписаться на мой канал. Ну, а с вами был Алекс. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok